Микс Ньюс. Расстояние не имеет значения. Мне где-то еще минут семь надо для того, чтобы добраться до дома. Радио не мешают границы. Те преобразования позитивные, экономический рост, улучшение уровня жизни. Все происходило во время моего премьерства. Самые откровенные мысли. Если я добрый человек, предположим, это другим судить, то от того, что я говорю, что у меня нет души в религиозном смысле, я не перестаю быть добрым. Только на Радио Болтком. Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен» в студии Анны Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев с нами на прямой связи по скайпу. Азербайджанский журналист и оппозиционный активист Фихрет Гусенли, здравствуйте. 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 Ну да, я оппозиционный журналист, 25 лет я занимаюсь журналистиками, я оппозиционный, да. И сейчас мы в Европе, да. Ну, что касается свободы слова на территории Азербайджана, в одном из интервью, которые я смотрела ваше, вы говорите о том, что ее нет. Чем вы можете это аргументировать? К сожалению, сейчас уже не сейчас, уже многие лет в Азербайджане свободное слово – это почти что нет. Нету никакого свободного слова. А сейчас в Азербайджане просто война. И сейчас надо посмотреть другое. До этого времени, в котором началась война, да, надо заниматься свободным словом, надо работать, надо что-то делать, как активист. А сейчас в Азербайджане, в Кавказе, начинается война, уже где-то месяц. Здесь начинается война, и как-то уже мне очень сильно трудно. Почему? Потому что я родился в Армении, я родился в Армении. Потом с родителем, мне департамировали в Азербайджане. Как могу сказать? Азербайджан и Армения – это моя родина. Как я родился в Армении, и потом в Азербайджане. Поэтому сейчас начинается война. Уже война не только один день, два дня, три дня. Война уже очень многие годы. Это конфликт между Азербайджаном и Армением. Где-то длится много лет. Где-то 30 лет. И это 30 лет или Армения, или Азербайджан погибло очень многие люди. Где-то 20-30 тысяч. И сейчас в Азербайджане есть беженцы. Где-то 1 миллион беженцев. Я тоже был беженцем в Азербайджане, как из Армении. И сейчас в Азербайджане есть очень многие беженцы. Да. Я хочу поговорить свободное слово. Демократия в Азербайджане, в Кавказе, или в Армении, в Азербайджане. А сейчас очень беженцы. Беженцы в Кавказе. Сейчас никакое свободное слово. Сейчас есть только война. И каждый день я видел с интернета, это мой, конечно, мой родина. Я каждый день посмотрел, и я видел, очень много людей умерли. Война идет. И война идет прямо на территории Азербайджана. Потому что Карабах – это территория Азербайджана. И в советское время был, и в до советского времени тоже был Карабах – азербайджанская территория. Карабах – это Азербайджан. Карабах – это не собственное какое-то местометно. Карабах – это Азербайджан. Там жили армяне, как в советское время, и азербайджанцы. К сожалению, начинается война. И после этого там жили только армяне. И после этого армянские военные служащие в Карабах, и было всем районам Азербайджана, как была оккупация. И после этого, до 27 лет, просто был разговор. И они встретились в Азербайджан, Армения. Азербайджан – это, вы знаете, это Карабах, и все мир признают территориальные ценности. И это азербайджанская территория Карабах. А Армения не признают территориальные ценности Азербайджана, и тоже не Турции. Поэтому они думают, что Карабах – это Армения, они думают так. Они думают, что армяне жили на этой территории 70 лет. Это излог следует, что теперь весь мир должен предложить Конголам. Потому что Цинджинскан построил самую большую империю в мире. Вы знаете, большую империю. А армянин, армянский власть сказал, эта территория была Армения 70 лет назад, поэтому они боятся против Азербайджана. Вот это сейчас в Азербайджане, Кавказе – большой проблем. И вы знаете, территория Армения такая же, как территория Бельгии. В Бельгии сегодня где-то счастливы живут 10 миллионов человек, 10 миллионов людей. А в Армении почти что? Нет 2 миллиона населения. Армении требует, чтобы в Нагорном Карабах, который пришло 120 тысяч человек, они в Карабах должен. Знаете, есть армянская республика. И они думают, надо 100 тысяч человек должен в Карабах. Они тоже в 2-й армянской республике. Они думают, такой должен быть. А Армения, они воюют как с Азербайджаном, у которого в Азербайджане 10 миллионов населения есть. А как это может быть? 10 миллионов населения очень спокойно жить в Азербайджане, есть христианам, русским людям есть, очень многое другое население нации есть. А 100 тысяч армянам, они не хочут жить вместо азербайджанцев. Они думают, надо специальной какой-то республики, Карабахская республика. А как это может быть? Это территория Азербайджана. Поэтому жить сколько в год? Они, вот армяне очень много раз, они сказали, они хотят доказать, это христианская, мусульманская война. А это неправда, потому что это не христианская, это не мусульманская война. Смотрите, в Кавказе никогда не был Азербайджан с Грузией, какая-то война, какая-то проблема всегда, как они дружат очень хорошие. В Азербайджане сейчас переживает где-то 500 тысяч христианов, и евреев есть где-то 100 тысяч. Очень многие религиозные люди есть, которые христианского, еврейского, другие нации. А почему это армяне не хочет с азербайджанцем вместе, живет в Азербайджане, это другой вопрос. Это вопрос, это очень многие, которые террористические группы, они работают в Карабахе. В Карабахе, Карабах сейчас как бесконтрольная зона, бесконтрольная зона. Там есть какой-то кирменный режим, они сказали, это какое-то правительство, республика, а никакой республики нет. Они какой-то марионет, режим Армении. И там все, армянские солдаты. Армянские солдаты, это самый главный вопрос. Вопрос, они что делает территория Азербайджана? Все, Международный Союз, Америка, тоже Россия, Латвия, Литва, все страны, все, сказал это территория Азербайджана. А если это территория, азербайджанские территории, если это всем районам тоже Азербайджана, что делает там армянский военный служащий? Это, вы знаете, 27 лет, 27 лет был разговор, а армяне не хочет ни какой-то район, ни какое село, они тоже обратно не хотят, дают в Азербайджан. Они ничего не хотят, они только хотят потерять время. Вот такое дело. Что касается свободы слова, в Азербайджане вы сказали о том, что его нет. Вот если говорить о работе оппозиционных журналистов внутри Азербайджана, в частности, допустим, или критика Ильхама Алиева, и с какими трудностями приходится сталкиваться, и вам приходится сталкиваться в том числе? Вы знаете, это свободные слова, это проблема, почти все постсоветские республики есть такая проблема. Вы знаете, это не только Азербайджан, вы знаете, в Белоруссии тоже такой большой проблем есть. Это проблем был большой, как бы бывшей советской республики. Казахстан тоже, Узбекистан тоже. И надо кто-то вот этого, для свободы слова, надо заниматься этим делом, надо активистам, надо другое люди, все должны, должны заниматься этим делом. Мы занимаемся этим делом. Я работал в газете «Азатлык», я работал в канал «Туран», сейчас я руководитель, редактор «Тайм ТВ» Азербайджан, у нас есть очень много работы, мы работаем, мы просто надеемся, очень быстро, два, три, четыре, пять лет, я думаю, надо время. Знаете, сейчас, если бы в Казахстане, в Узбекистане, свободные слова, в Белоруссии, только остался Азербайджан, это было понятно. А это, я видел, сейчас, бывший Советский Союз, есть такой большой проблем. Даже, даже, вы знаете, Россия самая большая страна, бывший Советский Союз, в России тоже был такой проблем. Вот такое есть слово. Советский Союз умер, а КГБ пока живой. Пока жив. Сейчас самый большой проблем, да, Советский режим, Камнистический режим умер, просто КГБ есть. Это в России тоже есть, вы видели, что случилось с Навалом, мы все видели, какую ситуацию, и мы видели, что случилось в Белоруссии, в Казахстане. Поэтому не только, это проблема не только Азербайджана, не только Казахстана, не только Россия. Мы должны все вместе работаем, бороться с свободным словом. Ну, с вами каким-то образом власти пытались осуществить взаимодействие, давить на вас, как на журналиста, поскольку вы утверждаете, что нет в Азербайджане свободы слова, есть такое давление, вы непосредственно... Есть такое время, вы знаете, каждый раз изменился время. Сейчас, когда я работал журнастом в Азербайджане, тогда блогер, ютубер, фейсбук и другие почти что не было. я из Азербайджана в Европе где-то 98-го года убежал. Такое время фейсбук и другие социальные сети нет. А сейчас социальные сети есть. И вот в Азербайджане это я очень рад, есть свободный интернет. Если какой-то кто-то что-то хочет, в фейсбук можно какой-то подъем эфир, это сейчас в другое время. Да, но власти тем не менее пытаются влиять. Власти пытаются влиять. Власти пытаются влиять. Вот непосредственно у вас есть примеры такого влияния со стороны властей на работу в социальных сетях журналистов? Может быть кто-то нет. Нет, сейчас нет. Да, может быть когда война начинается, может быть немного что-то случилось, а сейчас какой я последнее время не видел какое-то давление кому-то. Вот в социальных сетях в Азербайджане очень многие активисты против азербайджанской власти. Они не хотят войны. Они очень против Азербайджана, в азербайджанской власти. Очень много написали многие статьи, многие тексты. И сейчас я не видел никакого давления. Давление я был свободным с словом 1908-1910 а сейчас это немного другой мир. Сейчас как мир социальный сета поэтому очень многие люди написали что хочет против Азербайджана, против азербайджанская власть и такое давление сейчас я не вижу. Да, ну что Фикрет, мы благодарим вас за то, что вы нашли время, за то, что вышли в нашу программу и высказали свою точку зрения о происходящих событиях, поделились своим мнением. Фикрет Гусейн Ли азербайджанский журналист и оппозиционный активист был с нами сегодня в программе Абонент доступен. Спасибо вам. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания. До свидания.